Муравленко ТВ На публичных слушаниях проекта правового акта Встретил воспитанников обновленным Детский сад «Дельфин» открылся после капитального ремонта здания Лучший почтальон Ямала живет в Муравленко Начальник 2-го отделения почтовой связи Лейла Панова готовится представить наш регион На всероссийском конкурсе профессионального мастерства Сегодня на Ямале начался призыв в армию В этом году в призывной компании появились нововведения Так, каждый призывник будет обеспечен персональной электронной картой Которая может выполнять функции удостоверения личности Индивидуального носителя информации и электронного пропуска Карта будет содержать 59 параметров И в будущем заменит документы воинского учета Не менее значительным новшеством станет и изменение порядка Передачи в запас граждан, достигших 27-летнего возраста И не прошедших военную службу по призыву Не имея на то законных оснований С 1 января 2015 года таким людям будут выдавать Военные билеты с соответствующей записью Соответственно, путь таким людям на государственную и муниципальную службу будет закрыт Кроме того, текущей осенью вступят в силу изменения в федеральный закон О воинской обязанности и военной службе В соответствии с которым граждане, не прошедшие военную службу по призыву Смогут заключить контракт о военной службе на два года Согласно национальному календарю профилактических прививок Впервые включена вакцинация против менингококковой, пневмококковой инфекций И ветряной оспы призывников, которые ранее не прививались или не переболели На Ямале важным направлением деятельности при подготовке к призыву Являются военно-шевские связи округа и муниципальных образований с воинскими частями В 2013 году в так называемые подшефные воинские части было отправлено 240 человек А в текущем планируется отправить 315 ямальцев Напомню, администрация города Муравленка в январе 2014 года заключила соглашение С войсковой частью 10-961 Она находится в городе Щучье, Курганской области Сегодня срочную службу там проходят 38 ямальцев Из них 11 ребят – жители нашего города В правила благоустройства города Муравленка внесены изменения Накануне в администрации состоялись публичные слушания Проект правового акта представила исполняющая обязанности Начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Батюк Поправки связаны с последними изменениями в федеральном законодательстве Согласно новым требованиям Гражданского кодекса Граждане и юридические лица свободны в заключении договора Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом Или иными правовыми актами Условия определяются по усмотрению сторон Понуждение к заключению таких договоров не допускается Таким образом, некоторые пункты правил благоустройства города Касающиеся передачи отходов специализированным организациям В соответствии с заключенными договорами Заключение договоров со специализированными предприятиями На установку контейнеров, уборку территорий А также на водо- и электроснабжение, водоотведение До начала работы следует считать утратившими силу Обязанность по заключению договора и урегулированию договорных отношений Является необоснованным вмешательством в гражданско-правовые отношения Нарушением федерального законодательства В связи с чем данные нормы подлежат исключению из правил Заслушав доклад, участники публичных слушаний Единогласно отдали свои голоса за вносимые изменения К другим темам Муравленковские поисковики из отряда Ратибор Вот уже который год несут вахту памяти Не только в Тверской области, но и в Республике Карелия Вместе со своими единомышленниками Из Московской, Челябинской, Омской, Архангельской областей А также из Украины и Финляндии Продолжают раскопки, начатые еще в 2009 году Особенность этой экспедиции в том, что в этих местах Находят останки погибших солдат Не только времен Великой Отечественной Но и Советско-финской войны Тем продолжит Татьяна Бойко В этот раз из отряда Ратибор На раскопки отправились две представительницы Прекрасного пола Светлана Антонова, поисковик со стажем Это ее пятая экспедиция В Карелии впервые побывала в 2013 году Поэтому особенности этой местности Знает не понаслышке Работать поисковикам здесь нелегко Местность то болотистая, то каменистая Хлопот доставляет и изменчивая погода Но это не пугает тех, кто всеми силами Стремится вернуть солдаты забвения Захоронения были сложные Искали их далеко И вот самый такой момент тяжелый Конечно, транспортный Карелия, это, ну вот Все природу погоду знают, да, Карельскую Это страшная почва каменистая Кроме того, что тяжело все это Камни копать, доставать Это еще надо проехать к местам боев Поэтому там, где не проходила техника К местам раскопок добирались Преодолевая многокилометровые марш-броски Несмотря на все трудности В ходе экспедиции поисковикам Удалось обнаружить останки 73-х солдат Установили и имя одного из них Зенитчик Александр Васильевич Ступин Погиб в июле 44-го В первый день я Андрею Ивановичу Зазвонила сюда, просовывала Все четверо, прям в первый день Четверых верховых Они даже не ячейка А вот практически 5 сантиметров от поверхности Только травой немножко затянуты И там такая кислотность почвы Что сохран вот каких-то вещей Он позволяет определять и год Или по 44-му, это или 41-й, или 39-й Финская война Поэтому мы точно знаем За какие года мы поднимали бойцов Останки солдат торжественно Придали земли на территории Отведенной для захоронения Вблизи озера Калас-Ярви В этом году это место Официально зарегистрировали Как воинский мемориал Батюшка приезжает, отпевает Приезжает администрация Ближайшая поселка Лоймалы Город Суаярви Приезжает администрация И по русским обычаям И по военным салютам Все вот от души Хорошо Как бы он ни назывался Во время раскопок Было обнаружено немало артефактов Которые уже пополнили Экспозицию музея отряда Ратибор Офицерский компас Солдатские звездочки Гильзы Крышка от котелка С инициалами бойца У ратиборовцев появилась И новая традиция Привозить с мест погребения солдат Капсул с землей Мы в данный момент Работаем над тем Чтобы оформить эту гильзу Нанести гравировку Указать дату Указать место Откуда была набрана данная земля Ну и предполагаем Что в будущем Если будет интерес К этой теме Администрации города Либо Администрации управления Культуры, спорта Молодежной политики Ну Где-нибудь эту гильзу Почетно выставить Но в данный момент Она у нас в музее Ратиборовцы уже готовятся К новой экспедиции Весной наш отряд Снова отправится На поиски солдат Не вернувшихся с войны Татьяна Бойко Тимофей Сапильник Телерадиокомпания Муравленко ТВ Детский сад Дельфин Вновь встретил своих воспитанников Напомню С 29 апреля Дошкольное учреждение Было закрыто на ремонт За пять месяцев Рабочие общества Север Произвели здесь Капитальную реконструкцию Кровли Теперь она отличается Необычным архитектурным решением На эти цели Из городского бюджета Было выделено Более 20 миллионов рублей Были протечки Получается мы постоянно Ремонтировали здание На данный момент Вот уже кровля Прошла первое испытание Когда шли дожди Нигде не протекает Будем надеяться Так что и в ближайшее Ну Энное количество лет Ситуация будет стабильна Специальная комиссия Проверила готовность Детского сада К открытию накануне Замечаний нет Акты приемки подписаны И сегодня Воспитатели Приняли около 500 детей Лучший начальник Отделения почтовой связи Ямала Живет в Муравленко Лейла Панова Стала победителем Окружного конкурса Профессионального мастерства Теперь она готовится Представить наш регион На всероссийском уровне Накануне Лучший почтальон Ямала Поделилась тонкостями Своей профессии Со старшеклассниками города Подробности У Эльвировой Ахметовой На почте Ребята были уже не раз И хорошо знакомы С ее деятельностью Но сегодня здесь Они гости Они клиенты Начальник второго отделения связи Лейла Панова Познакомила учащихся С историей почты России Которой, кстати, уже более тысячи лет И особенностями Профессии почтальона Я узнала, какая почта была раньше Как это все было В каких это было городах И сейчас это намного лучше, чем было раньше Работа требует кропотливости Усильчивости иногда И внимательности То есть тоже самое Передача посылок То есть эта работа Очень важна и нужна Сама Лейла Панова признается, Что профессия почтальона Интересна тем, что она не дает скучать Несмотря на кропотливость Наша героиня приехала в Муравленко В 1998 году из Кирова Свою трудовую деятельность На почте начинала в 2006 году По карьерной лестнице Поднималась постепенно Окончила институт связи В Екатеринбурге И вот уже 4 года занимает должность Начальника второго отделения связи В нашем городе Под ее руководством Сегодня слаженно трудится Коллектив из 10 человек Сейчас как бы все на телефонах Но письма все равно пишут И по ссылке отправляют Все равно почта она была Есть и будет Она нужна Без почты никуда В сентябре в Салихарде Прошел окружной конкурс Профессионального мастерства Среди начальников отделения связи Почты России по Ямалу Из 9 участниц Лейла стала лучшей И заняла первое место Теперь в честь Ямала Ей предстоит защищать На всероссийском уровне Волнуюсь очень Надеюсь на победу Хотелось бы победить Конкурс пройдет В эти выходные В Екатеринбурге Аллы и Лепановой Нужно постараться Чтобы доказать Она лучший начальник Отделения связи почты России Не только на Ямале Но и в стране Так что пожелаем ей Удачи Эльвира Валяхметова Сергей Кириченко Телерадио Компания Муравленко ТВ Сегодня во всем мире Отмечают День пожилых людей Этот праздник Был учрежден В 1990 году Генеральной Ассамблеей ООН В надежде на то, что общими усилиями Страны смогут сделать жизнь Людей преклонного возраста Разнообразной, полноценной И приносящей удовлетворение Сегодня в Муравленко Проживает более 7 тысяч пенсионеров Практически каждый второй из них Ведет активный образ жизни Поддержку в организации досуга Людям преклонного возраста Оказывает городской совет ветеранов При котором работает университет пожилых людей Кроме того, у муравленковских пенсионеров Есть несколько возможностей Проявить и раскрыть себя с творческой стороны К примеру, при клубном учреждении Лира Несколько лет действует хор «Русская душа» И клуб ветеранов в кругу друзей Их посещают около 170 человек Если говорить о социальной поддержке Она как в округе, так и в городе Представлена самыми различными мерами В Муравленко оказываются такие меры соцподдержки Как льготное зубопротезирование Проезд льготный городским транспортом Для граждан, чей доход ниже прожиточного минимума Выплачиваются жилищные субсидии Выплачивается адресная социальная помощь И материально-натуральная помощь По заявлениям Кроме того, пенсионеры имеют право Один раз в три года бесплатно Получить санаторно-курортное лечение Оздоровление является одной из наиболее востребованных Мер социальной поддержки среди пожилых людей Информационный выпуск продолжит традиционный обзор прессы По материалам общественно-политической газеты «Наш город» На этой неделе свой профессиональный праздник Отметят учителя Педагогам нашего города посвящена тематическая шестая полоса еженедельника В этом номере газеты «Наш город» О своей формуле педагогического успеха Расскажет учитель биологии 4-й школы Надежда Агуенко Участница городских и окружных конкурсов профессионального мастерства А школьники и лицеисты признаются в любви своим учителям Чьи уроки посещают с особым удовольствием Количество краж в нашем городе значительно сократилось Но они по-прежнему занимают большое место в криминальных сводках Популярностью у нечистых на руку горожан Пользуются велосипеды, автопокрышки, женские сумочки и фотоаппараты Но к потере имущества часто приводит и халатное отношение к своим вещам самих потерпевших Об отдельных случаях краж, произошедших в Муравленко И о том, откуда берутся криминальные наклонности Читатели узнают на 12-й странице еженедельника Многие мировые классики литературы взяли в руки перо еще в детстве Возможно, по их стопам пойдет и гость литературной гостиной издания Ученик 6-го класса 5-й школы Алексей Смагин Сказка «Добрый ежик» – его первое произведение в этом жанре По словам мамы Алексея, он пишет не только прозу, но и стихи Пробу пера юного автора и поэтические произведения Веры Бозиной Натальи Тимофеевой и Неты Моль читайте на 11-й полосе газеты Это были лишь выдержки издания Подробности читайте в 40-м номере газеты «Наш город» от 2-го октября А на сегодня это все новости Я благодарю вас за внимание В студии работала Светлана Грачева Всего вам доброго и хорошего настроения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова